Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие Господи, братья и сестры, всех вас поздравляем с величайшим, с самым величайшим, великим праздником Благовещения Пресвятой Владисицы Нашей Благородицы. Хотя бы в нескольких словах, подобало бы нам знать вот саму сущность того величайшего события, которое мы ныне вместе со всей Церковью празднуем. Апостол говорит, велия, благочестия, тайна, Бог явися во плоти. Что произошло? Бог, Творец всего мира, той речи и быша, той повелев и создашися, вся тем выше, и без него ничто же бысть, не же бысть, Слово Божие учит нас. О нем, Боже, живем и движемся, и с мы. Словом Господнем небеса утвердишься, и духом уст его вся сила их. Кто такой Бог? Сущность Божия никому не постижима, ни человеку, ни архангелам, ни ангелам. Бог превыше всего. Бог непостижим в своем величии, в славе. И вот Бог явился во плоти. Естественно, возникает вопрос, а для чего это Бог сделал? Явился во плоти. Опять нам само Слово Божие, сам Господь, объясняет. Говорят, аз на сие родився, и на сие придох в мир, да свидетельствую истину. И всякий же от истины послушает глаза моего. Истинно. Господь говорит ученикам Своим. Аж, если соблюдете Слово Мое, воистину ученицы Мои будете и познаете истину. И истина освободит вас. От чего освободит? От греха, от проклятия и от смерти. Так что всем нам, всему миру, грешному, совершенно необходимо для спасения нашего знать и стоять в истине другого пути спасения никто не может найти. Только истина может освободить нас от вечной муки. Вот и за каждой божественной литургией, да вот и сейчас, мы, священнослужители, у престола Божия стоим и читаем молитвы. Вот содержание одной из этих молитв, когда священник просит Бога, Господи, дай нам самое главное вот в это время нашей жизни, что это главное? Познание истины. Вот что главное, о чем мы просим. А уж второе, говорится, а в будущем веке жизнь вечную. Не здесь мы получим жизнь вечную, мы смертный в гроб положим. А здесь мы должны приобрести знание, исполнение истины Божией. Только она может освободить нас. А почему именно истина для нас нужна? Почему мы без истины не сможем спастись? Вот мы только что говорили, какое величие Божие! Он, Творец, Вседержитель, о Нем бы живем и движемся, и существуем. «Стало быть, если Бог так велик, такая слава Божия, что от нас требуется? Значит, требуется одно что? Почтение к Богу, поклонение Богу правильное. А как почитать и кланяться Богу? Только сделать земной поклон, это весьма и весьма мало. И опять же, Христос Господь нас научает, как кланяться и говорит, «Дух есть Бог, и же кланяться Ему, Духом и истинною достоит кланить». А как же будешь кланяться истинною? Если человек истинный не знает, значит, нам надо знать истину, всю нашу жизнь и труды и усилия к тому направить, чтобы в сердце свое положить сокровище драгоценное Божие, истину Божию. А что значит знать и исполнять истину? Вот для того-то Господь и пришел в этот мир и говорит Слово Божие, «И Слово плоть бысть, и вселися вны, и видихам славу Его, славу, як у единородного от Отца исполни благодати и истины». Как же мы узнаем эту истину? Вот для того и Господь, Бог воплотился, стал человеком, плотием, таким же, как мы все люди, для того, чтобы с нами иметь удобное взаимообщение, общаться с нами, говорить слова, иметь язык, иметь устах и произносить нам Слово. И молиться Отцу Своему Небесному, Отче, «Святи их истинною Твоей, Слово Твое есть истина». И так нам, отцы, братья, подобает тщательно, усердно изучать, запоминать Слово истины, то есть Слово Божие, закон Божий, заповеди Божие. Не одно, даже можно сказать, формальное чтение Евангелия для Писания, а нужно именно запоминать, заучивать. Еще с древних времен, еще малые детишки обучались на память, закон, заповедям Божьим, попомнили, а когда у тебя заповеди, Слова Божьи, в сердце, в уме, то ты можешь упражняться в Слове Божьем, и не ночь. Тебе не нужно держать книгу перед глазами, ни днем, ни ночью. Чрезвычайно, это важно, знать закон заповеди Божии. А во всем законе самое главное, первое, на чем стоит, опять Господь говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всей ее мыслью, все есть первое, самое большее заповедь. И также в другом месте Господь говорит, ащи, кто любит мя, заповеди мои и соблюдет. Если любим, значит, надо соблюдать заповеди. А чтобы соблюдать, надо знать, а не просто формально читать. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но творящий волю от самого Небесного, так Господь говорит. Непременно всякому для спасения надо знать Слово Истины и закон заповеди Божьей. Это чрезвычайно важно. А во всем законе есть еще очень важнейшая вещь. Господь говорит, ащи, кто не берет креста своего и идет за Мною, тот не достоин меня. Вот видите, можно идти за Господа вслед, а закона не исполнять, крест не нести. Что значит нести свой крест? Да это не что иное, как исполнять заповеди, проверять себя. Ох, что-то человек нагрешил, набезобразничал. Ну-ка, переломи себя исправься. Переломить значит это крест понести. Повел себя несправедливо, соблазнил кого-то. Ну-ка, исправься, приведи себя в должный порядок, оденься поприличнее, переломи себя, потому что не переломишь, не войдешь в Царство Небесное. Значит, ты не хочешь нести крест, а приходишь только устами, говоришь, Господи, Господи, земной поклон делаешь, а истину не знаешь и не творишь. Вот по этой причине, когда люди и многие из нас не хотят усердно нести крест, что мы видим в обществе? Среди множества христиан существует какой-то прямо-таки панический страх перед пришествием Антихриста. только и разговору. Вот придет, вот печаль, вот еще, вот еще что-то такое, да? А знаете, в былые времена, в древние, христиане наоборот, об этом даже говорить не хотели, а ждали с радостью пришествия Христова. И вот почему это такое вот бывает состояние? вот представьте себе, человек на кресте пригвожден. О чем он будет думать? Что Антихрист придет сейчас? Да плевать он на него будет. Он будет сидеть только и думать, Господи, скорее, Господь придет с радостью ждет, освободит его от креста. Почему? Да потому что на кресте, а когда человек крест не несет, то он и ужасается. Вот сейчас придет Антихрист, там будет то-то, то-то, будет все и ужасается, да, как бы его на крест бы не прибил. Да еще хуже того, когда человек в достатке, вот такое он испытывает, а когда еще, сказать, в большем достатке, так он даже наоборот, Антихрист придет, мир там принесет, будут говорить, мир, все достатки будут, а вот Христос придет, это уж страшно, будет судить, уж Христа боится. Видите, какая картина получается, что для нас важно? Нести свой крест, и чтобы жизнь была наша не в изобилии, а как говорит апостол, имеем пропитание, имеем одежды, и будем с ними довольны, и тогда нечего бояться Антихриста, что уж он там сделает более тяжелого, когда мы и так на кресте, и так страдаем, и болеем, и нечего нам бояться, да и сам Господь говорит, смотрите, не ужасайтесь, ибо всему этому подобает быть, и когда увидите все сбывающееся, что говорит, восклоните головы ваши, ибо приблизилось избавление ваше, слышите слово какое, избавление, кого избавлять-то можно, конечно, того, кто крест несет, а кто не несет, о каком избавлении, от чего его избавлять, он будет еще недоволен, что его избавят от удобства жизни, а вот надо нанести крест своей, и Господь говорит, в терпении ваше, стяжите души ваши, претерпевый до конца, той спасен будет, друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов, вот, дорогие Господи, братья и сестры, вот нынешний величайший праздник Бога воплощения, с чем это сравнить, мы никогда слова не найдем, даже ангелы, архангелы не вместят этой величайшей любви Божьей, какую любовь Бог имеет к нам, что до такой степени умалил себя, слава Божия, недоведомая, непостижимая, и такое умоление уничижение, ради чего? Ради любви к нам грешных, а потому мы-то должны со своей стороны ценить эту любовь Божию, Отцом Своим Небесным Христос Господь повелел нам называть Бога, значит, мы должны быть Его чадом, а чадо любящий, верный, послушный, готовый исполнять всякое Слово Божие с радостью и потерпеть. Христос терпел ради нас, а как же нам грешно, ради любви такой, не потерпеть какие-то малые, ведь те скорби, которые мы переносим, апостол говорит, даже не стоят внимания того, перед той славой, которую нам Господь Бог дает в будущем, да и сейчас никому Бог сверхсилы не дает искушения, но вместе с искушением дает и избытие, поэтому уготовить подобает нам сердце свое любовью Богу упражнением в законе Божием, в Слове Божием и это есть верный путь спасения, ради которого пришел Христос Господь и возвестил нам Слово истины. Спасибо всех, Господи.